Друзья, привет! Возвращаюсь с обзором мастер-класса Мартина Скорцезе. Сегодня третья часть его авторского курса. Но прежде чем начну свой сказ, посетите новый канал о кинообъектив. На этом канале вы найдете еженедельные обзоры актуальных новинок проката, рецензии, эссе и многое другое. В объективе расскажут как о нашумевших фильмах, так и о неочевидных шедеврах мирового кинематографа. В общем, если вы устали от кривляния и глупых шуток, то на этом канале найдется контент совершенно иного уровня. Ссылка в описании. Монтажная пугает Мартина не меньшей площадки. Это место, где рождается кино. Скорсезе отмечает, что люди, когда рассуждают об изображении, в действительности говорят об эпизоде, секвенции. Монтаж изображения создает иллюзию непрерывного действия, которое и рассказывает историю. Поскольку Скорсезе получил кинематографическое образование, то у него были навыки монтажера и свои студенческие короткометражки он монтировал самостоятельно. Когда же пришло время работать со студийными проектами, то он постарался найти режиссера монтажа, которому можно доверять. Работая над фильмами «Алиса здесь больше не живет» и «Коксист», Скорсезе искал такого монтажера, который бы позволил ему указывать, какую склейку где делать. Таким человеком оказалась Мария Лукас, жена Джорджа Лукаса. Ну а для бешеного быка он нанял уже более опытного человека, которому могли также доверять инвесторы. Таким монтажером была Тельма Шуммейкер. Монтаж тесно связан с экспериментом. В Шуммейкер они отбирают дубли и возятся до поздней ночи. При этом нередко на следующий день им все приходится перемонтировать заново. Бывает так, что он использует материал, который вообще изначально не планировал. Все это часть процесса монтажа. Ритм картины задается в основном монтажно, но заняться им можно и на площадке. Так поступал Дэвид Лин, заставлявший актеров произносить реплики быстрее и делать более короткие паузы между словами. Скорсезе отмечает, что вы должны научиться вырезать любимые эпизоды, если этого требует картина. В качестве примера Мартин приводит свой фильм после работы. В первоначальном монтаже было много забавных сцен, но хронометраж составлял более двух с половиной часов, что замедляло повествование. Пришлось от многого избавиться. Также следует понимать, что длина сцен на бумаге и на экране воспринимается иначе. Первую сборку Скорсезе всегда показывает близким людям. Тот же после работы он показал Спилбергу, Лукасу и Кополе. И тут он подчеркивает, что первая сборка не бывает идеальной. Более того, если вам она нравится, а не вызывает физического отторжения, то у вас большие проблемы. В качестве домашнего задания Скорсезе рекомендует ознакомиться с фильмами и трудами советских кинорежиссеров. В первую очередь с Эйзенштейном и Дзигой Вертовым. Ну и конечно важна практика. Поработайте со своим режиссером монтажа. Постарайтесь давать ему максимально четкие указания. У вас наверняка будут разногласия. Проработайте их. Когда фильм создается в цвете, то его экспликация должна быть цветной. Цвет всегда что-то означает. По мере взросления Мартин становился свидетелем изменений в кино, связанных с цветом. Но на глаз Мартина картины нынешней цветовой палитры уступают по яркости и насыщенности фильмам прошлых лет, сделанных в техникалории. Он с ностальгией вспоминает классические фильмы, в том числе портрет Вариана Грея, портрет Дженни и волшебник страны Оз, в которых роль цвета играла важную роль. Упоминает он и Освальда Морриса на пару с Джоном Хьюстоном, убравшими насыщенность в Моби Дики. Кстати, видеоряд этой картины оказал влияние на изображение таксиста. Работая же над «Авиатором», Скорсезе решил сделать так, чтобы цвет стал отражением эпохи, которую он иллюстрировал. События фильма начинаются в конце 20-х и начале 30-х, когда двухцветный техникалор был стандартом, поэтому художник по костюмам Сэнди Пауэлл должна была творить с учетом данной технологии. По ходу же развития сюжета техникалор становится трехцветным, а в заключительной части и вовсе обретает холодные оттенки. Собственно, взяться за «Авиатор» не в последнюю очередь Мартин захотел из-за возможности показать эволюцию цвета. Все это делалось на этапе Digital Intermediate. Нынешние возможности постпродакшна позволяют осуществлять любые манипуляции с цветом, но Скорсезе предостерегает, чтобы технические фишки не увели вас в сторону от замысла. В качестве домашнего задания Мартин рекомендует ознакомиться с историей цвета. Ссылки на статьи будут в описании к ролику. Разумеется, Скорсезе советует посмотреть классические фильмы, упомянутые им. «Дуэль на солнце», «Портрет Жени», есть еще парочка книг. Их название ищите в описании к ролику. Практическая же часть урока заключается в съемке одного и того же объекта под разным освещением с последующей цветокоррекцией от снятого. Получив как минимум четыре варианта одной и той же композиции, вы увидите, насколько по-разному они выглядят из-за разных условий освещения и цветокора. Мартин признается, что иногда скучает по черно-белому кино, для которого характерен особый стиль и цвет, черпаемый из игры «Цветы и тени». Также режиссер подмечает, что за последние 10-15 лет экраны наводнили фильмы с нейтральными цветами, которые ничего не означают. Ему кажется, что фильмы с нейтральной палитрой сейчас занимают место черно-белого кино. Но при этом новым фильмам не достает их стиля и значения. К тому же черно-белый цвет получается цифровым, а не аналоговым способом, что не одно и то же. Скорсезе ни в коем случае не отговаривает делать черно-белое кино. Он лишь предостерегает от претенциозности. Отсутствие цвета должно быть оправданным. У Скорсезе есть фильм, снятый в черно-белой стилистике. Бешеный бык, конечно же. Вместе с оператором они отсматривали одну из тестовых съемок с героем Де Ниро. Им обоим не понравился красный цвет боксерских перчаток. Помимо этого оператор напомнил Скорсезе о неубедительности красного цвета в одной из кровавых сцен таксиста, когда им пришлось убирать его насыщенность. Так было принято решение делать кино в черно-белом варианте, поскольку боксерские сцены предполагалось также делать кровавыми. Разумеется, потребовалось разрешение студии. Мартин убедил руководство, что бешеный бык черно-белой стилистики будет выгодно отличаться от четырех других картин студии, снятых в цвете. В качестве домашнего задания Мартин предлагает прочитать ворох статьи и поэкспериментировать со снятым вами материалом. Сделайте его черно-белым. Но не забывайте, что претенциозность это враг вашей идеи. Отсутствие цвета должно что-то привносить в историю. Подумайте об этом, обсудите материал со своими друзьями и коллегами. Процитирую Скорсезе. Меня всегда интересовал звук в низкобюджетных фильмах. Поскольку их создатели не имеют возможности выбирать, то они используют реальные звуки или же включают воображение. Саунд-дизайн должен произрастать из вашего видения фильма. Вы можете совмещать свое видение с видением специалистов, но при этом нельзя забывать, что режиссером фильма являетесь вы, а не ваш коллега-звукорежиссер. Порой наилучшим решением по звуку является самый простой вариант. Сейчас инструментарий невероятно разнообразен, но это не означает, что вам следует использовать все звуковые эффекты разом. Скорсезе всегда идет в студию с желанием убрать, а не добавить звуковых эффектов. Современные звукорежиссеры частенько предлагают массу качественных звуковых эффектов. Вот только они могут идти во вред истории. Все-таки основная задача звука, по мнению Скорсезе, создавать настроение и атмосферу. Мартин вспоминает, как его и ругали за качество звукодиалогов в таксисте. Дело в том, что звуковые дорожки с диалогами его картины содержали шум автомобилей и сирен городских улиц. Но Мартин этого и добивался. Подобный звук был одним из героев его фильма. А вот в случае с бешеным быком Фрэнк Уорнер и Мартин Скорсезе уже креативили. Уорнер микшировал разнообразные звуки, издаваемые животными, для озвучки боксерских поединков. Кроме того, Скорсезе отмечает, что звук может спасти сцену при монтаже. Так, для картины «Злые улицы» Мартин снимал сцену за столом в баре, но не получил нужного ракурса для плавного монтажного перехода. Требовалось резать. При этом монтажный скачок не очень работал. Но, добавив звуковой эффект к волочащемуся по полустулу, режиссер добился психологического эффекта. Зритель как будто увидел, как герои садятся на него. В качестве домашнего задания читайте статьи, интервью с профессионалами и смотрите фильм «Просто кровь братьев Коинов» и «Шоковый коридор» Фуллера. Это малобюджетные проекты с очень изобретательным звуковым дизайном. Что касается практической части, то прислушайтесь к окружающему миру и к своей реакции на звуки. Как вы слышите речь в помещении и на улице. Помимо этого, снимите минутный эпизод и подумайте над звуковым оформлением. Как оно сможет его обогатить? Вместе с музыкой у меня возникает ощущение истории. Будучи ребенком, Скорсезе любил музыкальное сопровождение в голливудских фильмах. Но когда он сам начал снимать, то понял, что они не слишком годятся для его картин. Взамен них он обратился к популярной музыке тех лет, которая звучала на улицах, в эфире радиостанции и так далее. Такая музыка была частью художественного образа героев его фильмов. Мартин рассматривал музыку в качестве физической и ментальной архитектуры. Создаваемого им мира. Внутрикадровая музыка также играла большую роль в его картинах. И подобное использование музыки не было характерной чертой голливудских кинолент тех лет. Единственным же препятствием на пути Скорсезе в те годы был ограниченный бюджет и необходимость покупки прав. Но позднее, конечно, ему удалось поработать со многими композиторами, в том числе с Говардом Шором. Какие-то саундтреки были традиционными, оркестровыми, какие-то более современными, с электрогитарами. Например, для саундтрека отступников Говард Шор даже использовал мотив танго, чтобы создать напряжение и задать ритм отношения между героями Декаприо и Дэймона. Иногда Мартин включает музыку на съемочной площадке для создания настроения и получения необходимой ему энергии от конкретной сцены. Например, так он поступил на площадке славных парней, чтобы у группы появилось чувство ритма, сцены с убийством Дерека и Домино. Мартин частенько включает музыку на площадке, если она передаст ритм и поможет с движением камеры. При этом далеко не всегда звучит музыка, которая войдет в картину. В качестве домашнего задания Скорсезе рекомендует посмотреть классические фильмы Враг государства с Джеймсом Кегни и Восход Скорпиона. Плюс он рекомендует послушать музыку, написанную Дмитрием Тёмкиным, Дэвидом Раксиным и Элмиром Бирнштейном. Наконец, посмотрите все фильмы Скорсезе, его курс близится к завершению. Ну и подумайте, кто бы вам мог помочь с музыкой. Быть может, есть друзья-музыканты или же желающие среди студентов или слушателей мастер-класса Ханса Циммера. Мартин воодушевляет принимать как можно более деятельное участие в продвижении собственной картины. Когда он делал первые фильмы, то всегда активно раздавал интервью прессе и принимал участие в телешоу. Как только его картины стали брать дистрибьюторы, то промо-компаниями начали заниматься другие люди. Воздействующие на зрителя изображения играют важную роль в промо. Для таксиста были созданы несколько постеров, но лучше всего продавал кино простой кадр из фильма с идущим Де Ниро. Вот этот постер. И Мартин никогда бы не подумал, что именно эта фиша выстрелит. Разумеется, Скорсезе заостряет внимание и на трейлерах. Их роль не менее важна. Также Мартин Скорсезе приводит еще один пример продвижения. После того, как Бонни и Клайд получил разгромную критику от Нью-Йорк Таймс, у Оррен Битти, игравший Клайда, взял копию с фильмом и начал путешествовать по стране и рекламировать его в каждом телешоу. Последовавший успех доказал важность активного опрома и участия в нем актеров. Мартин советует изучить промо-материалы к фильмам, которые вам нравятся. Составьте маркетинговый план продвижения своей короткометражки. Найдите фестивали, которые смогут вам в этом помочь. К вашему плану вы сможете обратиться по завершению работы над фильмом. Собственно, на этом и заканчивается теория от Скорсезе. Еще он делает режиссерский разбор одной из сцен Барри Линдона и головокружения. Но об этом в следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем добра!